Дарья Ковалевская Аппарат «Луна-25» — космическое событие года. А теперь более подробно об этих и других новостях. Об особенностях билингвального образования рассказали соотечественники из зарубежья. Учителя и методисты из русских школ провели большое исследование и выяснили, с какими проблемами в изучении русского языка сталкиваются современные школьники. Подробнее в нашем следующем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заинтересовать ребенка и правильно устроить учебный процесс сейчас становится все сложнее. Марьяна Шевченко живет в Швейцарии и ведет свой ютуб-канал уже более пяти лет. Здесь собраны все ответы на вопросы, которые могут потенциально заинтересовать молодых родителей. Особенно те семьи, которые не так давно переехали в другую страну. Родители, часто переехав в другую страну, стараются дома много активно говорить на том языке страны и страны окружения. В результате русский в принципе вымывается. А есть четкие конкретные правила, как поддерживать язык и так далее. Но для этого надо, чтобы родители их, а, знали, б, применяли и имели самое главное видение вот этой перспективы, зачем и как ребенку изучать язык. А язык – это инструмент для того, чтобы знать культуру России, знать, чувствовать сопричастность с Россией. Необходимо, чтобы ребенок попадал в такие ситуации жизненные, когда знание языка, знание культуры, история России дает тебе конкурентные преимущества. Об основных проблемах мотивации в изучении русского языка рассказали сами педагоги-родители. В ходе экспертной сессии при поддержке фонда «Русский мир» участники родительской национальной ассоциации провели анкетирование и выяснили, как можно помочь детям в изучении нескольких иностранных языков. Конечно, поддержка школ очень нужна. Им не хватает, с одной стороны, кадров, современных программ обучения, учебные художественные литературы, которые бы, например, билингвы могли читать самостоятельно, без посторонних каких-то комментариев взрослых. Изучать русский язык детям-билингвам не только нужно, но и полезно. Научно доказано, что у таких детей хорошо развит интеллектуальный потенциал. Для того, чтобы ребенку было проще освоить язык, педагоги советуют больше знакомить детей с культурой, а также приобщать к художественной литературе. Всех поклонников творчества Достоевского объединит акция к 200-летию писателя. Проиллюстрировать свое любимое произведение и принять участие в творческом онлайн-флэш-мобе приглашает Россотрудничество. Участники со всего мира могут создавать комиксы, рисунки и яркие фотоколлажи. Ко дню рождения всемирно признанного классика русской литературы Россотрудничество запустило масштабную акцию для всех почитателей Федора Михайловича Достоевского. Чтобы принять участие, нужно создать иллюстрацию к знаменитым произведениям, записать видеоролик или нарисовать комикс с любимыми героями, а затем выложить публикацию в социальных сетях под хэштегом «Мы Достоевский». В интернете уже появились работы первых участников. Присоединиться к ним можете и вы. Конкурс продлится до 26 августа. Авторы лучших иллюстраций или других оригинальных творческих работ получат фирменные призы от «Русского дома». Лучшие повара из регионов России сразились на кулинарном шеф-батле и приготовили любимое блюдо Александра Невского. О том, без какого национального яства не обходился ни один княжеский стол, узнаем в следующем сюжете. Фестиваль славянского искусства «Русское поле» в этом году отмечает юбилей. Чтобы показать народные традиции, рассказать о промыслах, сюда каждый год приезжают хранители искусства со всей России. Но до открытия еще целая неделя. А пока лучшие кулинары соревнуются в приготовлении главного кушания фестиваля. Готовила я сегодня обжаренную манную кашу. Когда ты сварил неправильно манную кашу, ошибся, положил много манки, что-то можешь сделать, охладить ее. Она охлаждается достаточно быстро. Придать определенную форму, вырезать ее и обжарить. Эта каша, получается, пришла мне из книги 1901 года. Она еще с ядь. Надо частенечко возвращаться своим истоком, потому что стажировки, обучение – это одно, да? Это дает знания. В рационе русского человека издавна присутствовали различные крупы. Еще в Древней Руси кашу ели на завтрак, обед и ужин. Варили на воде, сливках и даже на конопляном молоке. Сдабривали кашу овощами, фруктами или ягодами. Известно, что именно русская каша была любимым блюдом князя Александра Невского. Удивить жюри и повторить те самые старинные рецепты – главная задача участников фестиваля. Во всех средствах информации, в интернете, в любых источниках указано то, что на пирах Александра Невского, помимо пирогов, помимо дичи, на столе всегда присутствовала пшенная каша с рыбой. Я взял пшенную кашу, замочил ее, приготовил отдельно рыбный бульон насыщенный, обжарил репчатый лук, добавил туда пряности. Ну и при подаче я кашу украсил кулинарными цветами и микрозеленью. Это современный модный тренд, который сейчас используют массово все шеф-повары в ресторанах. Юбилейный фестиваль «Русское поле» пройдет 7 августа. Всех зрителей и гостей ожидает насыщенная концертная программа. Следить за мероприятием можно будет в онлайн-режиме. В честь 60-летия первого полета человека в космос наша телекомпания совместно с телестудией «Роскосмоса» продолжает рассказывать о последних новостях астронавтики. В следующем репортаже вы узнаете об одной из главных миссий «Роскосмоса», которая стартует уже через несколько месяцев. В НПУ Лавочкина продолжаются испытания аппарата «Луна-25». Миссия по изучению спутника Земли станет первой в современной истории нашей страны. Последний раз СССР отправлял аппарат «Луна-24» еще в 1976 году. В отличие от прошлых миссий, которые садились на экватор, новый аппарат должен прилуниться в труднодоступном районе с сложным рельефом на южном полюсе естественного спутника нашей планеты. Это и есть летная машина, которая отправится на «Луну»? Да, на 90% это та материальная часть, которая полетит к «Луне». Мы сейчас находимся в чистовом помещении, где происходят электрорадиотехнические испытания изделия протолетного. В рамках этих испытаний мы отрабатываем взаимодействие всей бортовой аппаратуры, как электрической, так и логической, управление по штатному радиоканалу. Масса летного изделия в заправленном виде — 1750 килограммов. На борту будет установлены 8 камер, которые будут транслировать все этапы перелета, посадки, а также съемку панорам с поверхности. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране-городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рмсобакайандекс.ру До новых встреч и до свидания!